здравствуй мои дорогие друзья мои любимые слушатели я хочу вам сделать сегодня маленькую зарисовочку мы приехали на море это если по лагуне на катере то и не знаю мы плыли но я просто не не обращала внимание сколько это ну ближе намного чем машины машины я еду сюда в это место почти 60 километров это возле езала возле езала я вам всегда говорю что здесь любили отдыхать немцы касарио трепорте может когда прижал венецию то может быть и слышали пункта сабионе да вот я вам немножко сделаю зарисовочку что у нас получится сегодня не знаю мы приехали с ночевкой мама на море не ходит мама не любит солнце очень много вот а я хотела паса еще рано но я думала что вот погуляю хотя бы так вот ножки помочу да но смотрю что вы собирается уже что-то так вот да что гремит что-то собирается немножечко на дождь но посмотрим сейчас едем закупим продуктов да виталии в основном везде розовые цветы розовые тона более насыщенные такие лет не бедно розовые разные нам все в розовых тонах вот страда оживленная конечно больше какой запах как мне нравится хотела бы вам показать эту страду вот такой туннель получается но вот все-таки лучше видно это да немцы едут своими машинами велосипедами лучше видно конечно когда на туре так что приезжайте очень много кемпинга таких вот немцы любят отдыхать кстати такой активный отдых тут нет тех гостей с которым мы привыкли вот в других странах ну даже той же самой турции тут такого нету тут более такой дикий отдых как у меня но все поближе к природе здравствуйте я хочу вам показать цены в этом магазине но тут свежая рыба это возле моря просто мы приехали в обед три часа дня она ужин хотим что-то такое приготовить сами но маура хочет по своим не больше всего нравится как он готовит кстати можно старается для меня но он на этом вырос понимаете вот я вам показываю что у нас тут есть и вот эти беленькие я люблю люблю они называются穿и я до сих пор не поняла какая разница вот это не говорят гамберы вот это не говорили что это креветки я так понимала ваамберы это креветки но креветки у нас вот такие же прозрачные правда вот мне ничего не он понимаю а вот эти вот кальмары маленькие вот это маленькие кальмары а вот это большущих ужас я любую кушать но вот это все видеть я конечно маурой достает продавца хозяина не просто продавца которая продает а он еще вызвал хозяина знать ему насколько свежие все потому что привык покупать все на реальто сразу же комедия короче нас вот такое на террасе будем кушать в этой квартире возле моря у него квартира возле моря там метро 300 максимум к морю может 200 не знаю рядышком открываем до себе дома хотим позагорать на террасе и покушать он приготовит сейчас купим еще франчо корта люблю я вот эти капасанты берет не 6 штучек на двоих не все конечно будем берет но сначала я все что хочу потом он что остается тут апостола в прессу пресса тут информационный контент а сива вене а так эти буни кальмара grandissими но зоткан полу полипа полипа а и пи оври Хочу, чтобы вы видели еще, но это все супермаркет на море вот это в основном это зона, где отдыхают немцы, я вам говорила, а немцы же больше по мяску, чем по рыбке, но хотя я видела, что у них рыбку кушают тоже, вот показываю вам цены, суино это свинья, филето суино это свинья, да, потому что немцы любят свиньку, это гордится, а я не вижу, гамбур вителло, вителло это корова, вителло это даже не корова, это теленок, ну вот, вот такая мясная электрина, напоминаю, зона отдыха, езала, так, мы берем хлебушек, потому что взяли, боже, я уже забыла, как они называются, коци, коци, боже, как на нашем, купили хлебушек, потом этот соус вымачивать, я потом вам все покажу, друзья, когда он приготовит, то я вам покажу, это хлебчик, который они здесь выпекают, такой он желтенький, я хлеб вообще-то не кушаю, стараюсь не кушать, пиодина, вот это делает все, вот эти пиодины покупают, и туда нужно, и салат, разный, зелень разную, и прошутто, и вот так вот, это детическое, кстати. И сразу же бира, 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 это пиво, потому что, это пиво, кстати, это марка пиво, это Сардения, вот это флаг Сардении, чтоб вы знали, 4 пирата, типа, это флаг Сардении. Это когда немцы, сразу же пиццу делают, сразу хлебушек выпекают, все здесь делают. Сладости. О, Сарде прендера слабости, в Дольче Одессу. Си. Грация, грация. Я взяла это Дольче, сладенькое, мне так упаковали, и все, я бегу к кассе, это еще сыры, 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 и всего очень много, и с этой стороны опять сыры, пармезана разные, самые вкусные пармезана, это когда 22, минимум 22 мези. Боже, мези, мези, боже, месяцы, бегу на кассу, потом увидимся и услышим сначала. А, Маура берет Феррари. Феррари Брут. Окей, будем пить сегодня Феррари Брут. Анке Франчо Корто, коза ту презу? Вот это все Франчо Корто, это я вам говорила, что оно похоже. Какое? А, Песто? Окей, ва-бене. Он не может купить дешевле, дешевле, он надо самое дорогое. Есть Франчо Корто, но сколько кошка? Нет, ему надо 14 евро. Ва-бене, но он разбирается хорошо. Вот разные виды Франчо Корто, это как шампанское, чтобы вы просто помнили, чтобы вы знали. Если хотите шампанского, итальянского, покупайте Франчо Корто, потому что Просеко, это не тот вкус совсем. Просеко более, такое мне кисленькое, но я не люблю Просеко. В принципе, это все на любителя, я не могу вам. Я рекомендую, а вы себе, я не навязываю, а вы себе просто выбираете. Ну вот, купил Феррари. А есть Феррара такая, золотой, типа подарочная, а он купил эту белую, окей. Ну все, показала вам. И это, что написано. Мои дорогие зрители, я сейчас подошла к витрине, где вот масло оливочное. Тут его просто, ну очень много. Но я хочу вам сказать один маленький секретик. Вам надо брать, где написано Италия 100%, и что они выпускают для Италии. Понимаете? Где написано для стата ЮНИЧ, сейчас она идет, для Европы, то немножечко она не такая. Они туда уже как бы сбрасывают разные виды оливок. Вот так вот и делают ее. А где написано, что только для Италии, что я хочу сейчас найти, где это написано. Ну вот, написано 100% или итальяна. Итальяна, но не то я хочу показать. Вот Сардения. Мы же знаем остров Сардения. Вот это Сардения. Маура покупает всегда вот такое. Ну я же говорю, он покупает всегда. Вот цена, смотрите. Он всегда вот покупает все. Самое дорогое. Ну хорошо, что он так привык. Это вкусно. Я тоже ее люблю. Но я, конечно, покупаю немножко дешевле. Честно вам говорю, я не могу себе так позволить. Так Маура. Боже, даже не знаю, на чем остановиться. Сейчас вам знакома какая-то. Умбрия. Это все регионы, где выросло это. Вот видно, да? Сапог итальянский. И Умбрия – это центр Италии. Вот это белое пятнышко – это Умбрия, центр Италии. Вот там была выращена эта оливка. А Сардения – это ж класс. Боже, вообще. Это же остров. Так, я сейчас ищу, что я вам хочу показать. Тоскана, боже. Все по районах написано. Тоскана – это возле Рима. Вот это, ну, тоже не совсем возле Рима, но это территория. С полета. Ну, так, 80 километров там в окружности Клима. Классный тут выбор. Сицилия, смотрите. Сицилия. Классный, конечно, выбор. Тут тоже, где желтые пятнышка, показано, где эта оливка растет и где она изготовлена, да? Возле каблучка. Ну, подошла я к морю. Боже, море одинаково, свет моря, смотрите. Свет моря и свет неба почти одинаковые, да? Класс. Мауру даже в водичку не заходит, говорит, что ему холодно. Ну, я бы купаться тоже не пошла, потому что на улице не жарко и в воду уже пока поднемножко. Но я видела, что пришла сюда, то в кенте не купаются немцы в бассейне. Ну, а вот эта одна вот компания вошла в море. Прикольно. Небо очень красивое сегодня. Очень красивое небо. И очень спокойное море. Думаю, как вам показать себя и посмотреть. Я даже не переоделась в купальный костюм. Он уже солнышко выходит. Ну, непонятная немножко погодка такая. Я в таких, конечно, одеяниях. А детям никогда не холодно. Дети в воде. Вот это поставили эти столбы, чтобы близко к камням не подходили, потому что можно на что-то наступить. Там ракушек, этого ракушника разного много. Сейчас я выйду сюда. Ой. Похожу по этим камням. Класс. Вот эти большущие камни, 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 камни. Знаете, когда я приехала первый раз сюда, думаю, Боже, Жанна, шо, как они отдыхают. Мы же привыкли Турция, Египет, где там была Греция, Италия. Ну, короче, мы привыкли в Росиницах отдыхать, правда, с комфортом, да. Все. А тут более дикий такой отдых. О, там крабики бегают, бегают крабики, да. И я думаю, в этом тоже есть свои прелести. Мы ближе к природе. Что-то был дождик, прошел дождик. Я говорю, Маурин, уйдем погуляем. Я даже купальный костюм не одела. И он в шортах, и я в одежде. Хотя рядышком надо возвращаться. Прикольно. Солнышко, а где рады вам? Ну, море и небо сегодня, ну, просто компесные. Очень классно. Всем этого позитивного настроения отправляют. Идем домой, зашли в магазинчик на пляжике. Могу вот купить батарейку, потому что в час и батарейка закончилась. Ну, усела, закончилась. Я думаю, может быть, вот такие вот лимончики, когда кушаем рыбку, это можно под соус, да. Или такие какие-то, или такие, чтобы освежить стол. Вот, когда отходы, чтобы не вложить отходы в большое блюдо. Вот, например, съела там креветку, да. и вот эти отходы отложить. Но я посмотрела цены, думаю, конечно, опять 50 евро. Это они, конечно, зажались. Это цены, как на море, реально. Потому что вот эти вот штуки, вот, вот такие у нас маэстро, в китайце, даже красивее расцветки, более красивее. посмотрите, 6,90. В китайцев они были по 3 евро. Ну, это такие, конечно, курортные цены. Ну, идея вообще-то хорошая. Освежить стол, вот, когда кушаем, даже лимон сюда положить. Даже вот лимончик на рыбку выжал сок и положил обратно сюда. Потом даже можно ручки помыть в этом лимончике, когда ты уже рыбку покушал. Ну, кстати, надо посмотреть маэстро в этих магазинах. Если есть, то возьму маэстро. Если нет, то, наверное, все-таки таких два блюдечка надо будет взять. 35 евро за эти скампи заплатил. А они вообще-то по 40 с чем-то, то типа уже ему скидку сделали. Большущие. О, какие большие. Видно вам? И уже косые в соленой воде ждут своего времени приготовления. Квози. Франчо Курта Брут. Ке Бонисимо! Кон Квести скампи! Олюзи улива, черный перец, соли не надо, лимон. Потому что они соленые, они с моря. Кстати, везут с Хорватии. Тут 200 километров до Хорватии. Так, 250 где-то так. Смотрите, девочки, мальчики, кто меня смотрит, хочу порекомендовать, чтобы в Италии покупали всегда этот сорт помидорок. датырина, 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 датырина называется. Они всегда сладенькие, круглый год я покупаю. Хотела вам достать, потому что ничего не хочу открывать. Такие овальная форма, колоснючая, вообще, люблю их очень. Мауру приготовил. Он их отдельно пожарил, сделал гриляту и потом положил обратно в эти ракушки. Ну и креветки, конечно, тарелочки, блюда у нас не такие, как дома. Это же типа дачная. Ну, типа дачка возле моря. Вот. Сделал приятного аппетита. Еще коцы. Смотрите, мои дорогие, я пью Феррари, которые стоят 13 евро. Это недорого. Или 14, я не помню. Ну, вот Феррари, то, что я вам говорила, или не говорила, не помню. Джулио. Джулио Феррари вот стоит 150 евро, если покупать бутылочку. Да, Номади Падре. Это, Мавра говорит, это называется, как папа. Папа, это, ну, Капо, который сделал это, выпускает это шампанское. Ну, не шампанское, это оно мне как просекко. Мне Франчо Корто больше нравится, потому что, ну, более сладкое, чем Феррари. Но это на любителя все, друзья, на любителя.